Буквально недавно мы стали свидетелями огромной радости, молились перед мощами преподобного Сергия Радонежского. Наверное, вы помните 2014 год, мы все отмечали 700-летие со дня рождения преподобного Сергия. И вот в этом году мы отмечаем 600-летие со дня обретения мощей. Сто лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится ракос мощами преподобного Сергия, тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и в этом году мы отмечаемся. В Троице Сергиево-Лавре прошли огромные торжества. Святейший Патриарх Кирилл, очень много архиереев, духовенства, мирян. Летом прославили преподобного Сергия, традиционно, как это всегда бывает, 18 июля. И в то же время вспоминая вот это вот событие 600-летия обретения мощей. И затем по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, святые мощи в течение лета были направлены в епархии. Их было более 50 русско-православной церкви на территории Российской Федерации. И, насколько я знаю, наши труженики, которые проносили эти мощи, где, конечно, самолетом, где машиной, где поездом, прошли почти 30 тысяч километров с мощами на разных видах транспорта. Удивительно. И 21 августа сего года они прибыли в Ставрополь, воскресный день. И 22 числа мы проводили в понедельник. И за эти два дня пришли поклониться более 10 тысяч человек. И мы все вспомнили несколько принесений пояса Престой Богородицы, когда в 2011 году практически за сутки зимой прошло 100 тысяч человек. И, кстати, я хочу сказать радостную весть для наших телезрителей о том, что в этом году к Богу, содействующему с 1 по 5 октября, к нам вновь прибудет часть пояса Престой Богородицы. Конечно, преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Разные такие удивительные именования, да, конечно. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае в большинстве понятий над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского и это можно сказать, потому что уже практически 700 лет, почти 700 лет, да, существует троица Сергиева Лавра. В которой подвязались, подвязаются тысячи, десятки тысяч монашствующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чадо. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в троице Сергиевой Лавре, жили и живут за этот период – это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни, и, конечно, уже после жизни, было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и Верославской, и Вологодской, и других областях на севере, как раз нашей Руси, удивительном нашем севере, которую иногда называли еще в то время, когда там было огромное количество монастырей, монашествующих русской фиваидой. Фиваида – это на востоке, собственно говоря, пустыни, в которой жили когда-то десятки тысяч монашествующих. Так вот, ну, там тоже, конечно, солнышко печет, и не так просто, но фиваиду русскую создать при наших морозах северных, при таком же в то время десятках тысяч монашествующих, это, конечно, удивительно. И многие из монастырей были построены учениками преподобного Сергия. Ну, и в том числе можно звать его игуменом земли русской, не только как начальника над монашствующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия. Я могу даже вспомнить о том, что преснопамятный мой отец, бракторей Николай Покровский, каждый год брал отпуск именно в августе месяце. И когда еще не был священником, был еще достаточно молодым человеком, и брал моих братьев старших, и даже как-то брал совсем маленького меня, и приезжал в Троице Сергееву Лавру. Собственно говоря, в Российской Федерации только Лавра была и Псково-Печерский монастырь. Остальные в Прибалтике, на Украине, было несколько монастырей, а здесь было всего два монастыря. И на Успение Божьей Матери всегда ездил в Псково-Печерский монастырь, в котором удивительно проходит этот праздник, когда выстилают, вот как сейчас Дивеев показывает на канавке, удивительный из цветов ковер по монастырю, когда совершается крестный ход с погребением Плащаницы Божьей Матери. Вот это просто кадры удивительные, сегодня можно увидеть по видео, эти кадры из Псковских Печер. И вот нас отец возил, поэтому Лавра запечатлелась тогда еще в моем сердце. А потом я тоже, как многие-многие птенцы преподобного Сергия, закончил семинарию. Я также закончил академию. Также постриг был в монашество у мощей преподобного Сергия в Троицком соборе, потом в Покровском храме в Московской академии Хиротония, и Родиаконская, и Ромонашская. И вот я повторяю, что для не только монашествующих, для всех православных является игуменом, начальником, великим угодником Божиим. Сегодня, слава Богу, возрождается обитель, возрождается и появляются новые скиты и подворья Троицергиевого Лавры, которых много на самом деле, и Московское подворье, и другие. Сегодня строятся новые храмы в честь преподобного Сергия, например, к юбилею 800-летия. Был освящен мной в этот же 2014 год храм в честь преподобного Сергия Родонского здесь, в городе Ставрополь, который сегодня украшает наш город архитектурно и духовно. Вот преподобный Сергий еще называется печальником землерусской. Ну, почему печальник? Ну, наверное, потому что он молился за всех, а тот человек, который молится, конечно, он внутренне выкладывается, внутренне страдает, печалится, видя и недостойное поведение людей, видя гибель людей во время войн, во время пожаров, во время каких-то болезней. И, конечно же, такие люди, которые вот такое огромное в себя пытаются вот это страдание, как бы впустить в себя, через себя пропустить эти страдания, прося Бога о помощи этим людям, огромному количеству людей, как вот преподобный Сергий, как раз их можно назвать печальники. Вот он был печальником землерусской. Это тоже вошло вот как бы в такое наименование, одно из наименований имен преподобного Сергия. В том числе печальником он был и Отечества в целом, ведь он же благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Он уверил его твердым своим словом, что он победит, и что преподобные и все братья будут молиться двух монахов, которые когда-то, может быть, были воинами Пересвета и Ослябе, но пришли на покаяние в конец своей жизни, замаливая грехи. И вот дал в помощь князю Дмитрию и Пересвет тогда в поединке с Челубеем, с Великим Воином, о котором сегодня интересные сведения есть, насколько они правдивые. Сложно сказать, это из интернета, якобы он в том числе изучал тайны магии и бесовской силы, и очень серьезно занимался восточными единоборствами всевозможными. То есть был и физически, и духовно, со знаком минус, с отрицательной энергией, был очень сильным воином. И он, как правило, когда выходил на единоборство, а это часто практиковалось в то время, побеждал, и, конечно, тех, которых он победил, воина, самого сильного, который вышел с ним, конечно, у них сразу падала сила воли. И вот здесь они поразили друг друга. И Челубей был убит, но и Пересвет погиб. Это было тоже хорошим знаком определенным для русского войска. Его же Пересвет и направил преподобный Сергий. Поэтому это не только печальник за людей, это печальник за Отечество. И всегда нужно всем, особенно власть придержащим и особенно людям малорелигиозным или неправославным понимать, что Церковь Русская не только, конечно, в первую очередь, но не только борется за религиозность людей, за души людей, но заботится и о земном Отечестве, заботится и о земном благополучии, и о суверенитете страны, и о победе в битвах и искушениях, которые есть. И, конечно же, преподобный Сергий здесь наш великий молитвенник, печальник и помощник. Преподобный Отче наш Сергий моли Бога о нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok